Когда я скажу украинцам, что президент Зеленский, народно выбранный, скромно и молчаливо как бы намекает, что я вам привез Саакашвили, привез, теперь ваш выбор за того, кто борется против коррупции. То есть это не просто какой-то куртуазийный, феерический прикол, что вот молчаливо Зеленский намекает на то, что ну уж давайте, голосуйте за Саакашвили. Это все легко объяснимо. Он достиг цели, что дальше уже многое от него очень-таки сильно не зависит. Потому что он, во-первых, не Саакашвили, у него нет такого, а не опыта, а не поддержки в странах, ведущих Запада и Америки. Ну и много других факторов. То есть цели он достиг и на него сразу накинулись, навесились, блин, как пиявки многие и богачи, и политики, и олигархи и тому подобное. И начинает ему показывать, куда рули. Ну и начинаем хором ему объяснять, пояснять, указывать, спулдыкивать и аргументировать, что ну подожди, у тебя же все равно нет таких, на которых опереться. И он уже немножко вот такой сконфужен и думает, что ну раз вы так, значит, голосуйте вы все лучше за Саакашвили. Вы хотели против коррупции? Так. Хотели покарания мразей, предателей, сук? Вы же видите, что у меня происходит. Значит, это же логично для вас будет голосовать за тот выбор, за который вы хотели, чтобы он здесь снывся. Значит, давайте вперед за Саакашвили. Видите, какая у меня Португалия? Что его, президента Зеленского, потихоньку сжирает, припирает. С Саакашвили все в порядку, его не прижмешь, не подопрешь. Значит, поэтому, раз хотели, значит, давайте вперед. То есть это не просто там шутливый прикол какой-то. Это, в принципе, это логично, так оно и есть. То есть президент Зеленский может определенно заявить украинскому народу. Может, уважаться, что он, в принципе, и... Ну, он же это не скажет реально. То, о чем оно наяву, по логическому стечению обстоятельств. Конечно, не скажут. То есть, по умолчанию все украинцы должны об этом сами допереть, вхавать, въехать и догадываться, что, ну, смотрите, благодаря чмошному управлению, самого из чмошных президентов Украины во все времена, даже хуже предателя, зрады, как того же самого Януковича, который говорит о себе, как лоха его кинули. Лох, бандит и имбецил. А этот именно чмошный, король чмошников. Благодаря его, этому чмошному, чмошненьку этого, Порошенко правлению, народ выбрал Зеленского, просмотрев его вот эти... Фильмики. И теперь народ Украины, как не ребенок, как взрослый уже организм должен понимать, что уже ж не будет вот этих ду-ду-ду-ду-ду. Он же ж не выйдет, всех реально не расстреляют. Это ж все-таки президент имеет права и обязанности. Но президент Зеленский говорит, что я вам дал все, что вы хотели, хотите, и все, что вы должны иметь. Я вам дал Саакашвили. И не того Саакашвили, который по крышам гонял голубей и тому подобное. Преследован, выгнал. Мы его освобождали в Краковце, в Мастийской. Куча там этих границ было. А уже того, за которого вы сможете проголосовать. То есть, если вы, украинское сообщество, мудро, по духу казакев, христиане и тому подобное, если вы о себе так заявляете, значит вы должны понимать, что я ж не всесилий, я ж не царь и бог, надо мной и подо мной есть всякие, которые, ну нету столько людей, на которых можем положиться. Ну вот так вот, родился сироткой. Значит-то, у вас есть теперь выбор, с которым вы можете эту Украину переоборудовать и переформатировать, переформировать, как вам пожелается. А вам желается только так, как вы проголосовали на выборах. Вы желали всех тух-тух-тух. Вот. И вы смотрите, что если моя команда состоит не из тех, которые могут тух-тух-тух сделать, значит голосуйте за Саакашвили, который может им тух-тух-тух сделать, воплотить воочию это. Ну, а если вы любите только кинушки смотреть, значит вы тупы, ленивы, алчны, имбецильны и тому подобное. Значит, какой из вас спрос, как государство? Да никакого. Врабы, холопские, рабские, наколина, до панев, або буржуев и тому подобное. Там господ, або панев, шляхты, до кого завгодно. Значит, вы не государство, вы не народ. То бишь, чтоб то бишь, народу выбор дан. Главное не проголосовать за банду, рашеновскую, зрадники. И не проголосовать за рыгов, за рыготню. Тех самых зрадников. А вот насколько эта борьба за ценности будет ассертивная, ну, мощная, такая, ду-ду-ду. Это уже решать, конечно же, украинцев. Или это опять растянется на сотни лет, опять с революциями, кровавыми, утратами территории и тому подобное. Или у вас есть шанс, который Зеленский вам, нам, всем дал. Это Саакашвили. Там не только, конечно, есть достойные еще люди. Но вот самый такой, который оптимальный вариант, который может ассертивно это сделать. Выбор за украинцами. Или опять на колени, холопа. Или достойное существование. Народа, державы и тому подобное гасил и пафосных, не туф-туф-тушных выповеданий, розмов и говорений. И, конечно, очень важно, чтобы в Раду больше не прошла радикальная проституция. Тогда, если Саакашвили со слугой народа партии Зеленской, так сказать, ну, там понатыкает такого, что он, как говорил Павел Кукис, 15, что они там несут у себя, я просто не представляю. То есть, и так же Зеленский не может представлять, Европа, демократия, что они там будут нести в этих выборных списках и тому подобное. Олигархи понатыкают тому там, ну, что поделаешь. Спасибо ему и на то, что он уже сделал для Украины. Если хотя бы 50 на 50 Саакашвили со слугой народа наберет в Раде, пикельное будет большинство, то это будет, конечно же, воплощение мечтаний, мрий народа украинского. Останется только сетовать и гонять того же Саакашвили, чтобы он нехтував, чтобы он обращал внимание на вот эту хрень, дегенерацию ЛГБТшную. И чаще ее чморил эту хрень, заразу рода человеческого.